Ребяточки, всем привет! Сегодня у нас 7 декабря, а это значит, что у нас с Настенькой ровно 7 лет, как мы познакомились и начали совместно жить. Почему я так объединил? Потому что в день, когда мы познакомились, мы сразу начали вместе жить. Мы сегодня выбрались, короче, вот так на природу, 7 декабря. Сегодня огромнейшие волны, посмотрите! Вообще, вообще, вообще такой кайф! Сейчас чуть позже покажу вам дальше. В общем, ребята, в честь такого замечательного события мы выбрали сюда пляж Крылья Балтики. Огромнейшие-огромнейшие волны. Мы будем сейчас делать шашлык, курицу, еще свинину и костер. Привет, ребята! Это подписывайтесь на канал Папы и ставьте лайки. Ну, смотрите, какой у нас костер приятный получается. Сейчас сожгем все это шашлык, да? Так, друзья, вот такой вот у нас стол полунакрытый с прекрасным видом. Кайф! Мы вообще здесь первый раз будем жарить шашлык. Ни разу здесь этого не делали, но уникальность этого пляжа Крылья Балтики это тем, что здесь можно вот так вот спокойно пожарить шашлык, никому не мешая. Ну и, соответственно, тебе никто не мешает. Ну и летом он максимально пустой относительно тех пляжев Адлера. Ну, вообще про сам Адлер и про Сочи, конечно, вообще молчу. Не надо палку. Блин, вообще огни его, слушай, что это сволнает? Да, я знаю. Артем, иди. Смотрите, какая жесть. Короче, в праздник мы хотели посидеть, но у нас, к сожалению, не получилось. Пришли вот эти вот два чувака, сказали, что это их беседки, и давайте отсюда выметайте, либо платите деньги. Я, конечно же, сказал, ну вы, типа, мне чек-то дайте, за что я плачу. Нет, меня тут все знают. Подходит его друг и говорит, это мое. Я говорю, вот, пожалуйста, второй уже подходит и говорит, это мое. И так мы, типа, до ночи сейчас будем каждому платить. Ну, в итоге, короче, перепалка. Я плюнул сюда, видите, нахер, не рубля у меня там. И поехал, короче, сейчас у нас есть стол. Сейчас куплю мангал и пожарим. Короче, пока обгорает мангал и решетка, я расскажу, да, что в итоге произошло. Короче, мы уже разместились, вы видели, да, что все нормально. И, короче, из ниоткуда подходит один сначала и говорит, платите мне, это мои беседки. Я здесь все сам устанавливал, это мое. Мы, как бы, типа, это вообще общественное там. Ну, короче, начали с ним спорить. Я говорю, чек дайте. Смысл разговора был в том, что я просто попросил чек. Он говорит, нет, у меня ничего нет. Я говорю, покажите документы, что это ваше. Он говорит, нет, у меня и документов нет. Ничего я показать не буду, с вас, типа, косарь и, типа, отдыхайте. Я говорю, ни хрена. При том, при всем, что мы с детьми, Артемка из недопонимания начал, там, типа, капризничать. Мол, типа, я хочу кушать. И подходит, короче, его, как оказалось, потом друг и говорит, это мое. Теперь это его. Я говорю, вот, пожалуйста, чек нам дайте, что мы заплатили и можем здесь отдыхать. А то мы тогда ночью можем платить. Короче, смысл в том, что я вам вот покажу. Он тут говорил, что он убирает. В итоге все, все здесь грязное. Уборщик. Я так понял, что он откуда-то с автокемпинга пришел. Там его так вот, я быстро загонял, купил новый мангал, привез стол. Сейчас спокойно отмечаем наш день. Ни хера, уйдите. Ни хрена себе приплыли, ребята. Вот это волны. Уйди, говорю. Вот так вот. У-у-у-у-у. У-у-у-у. Уйди, Родион. Еще в такой день приехала Настя на подруга нас тоже поздравить. И вернемся опять к этим быдлокам, друзья. Вот посмотрите, будний день, никого нету, вот вообще все свободно, нет же, нужно подойти было и выпрашивать эту тысячу и даже чем не давать.